Никакие они не боевики в плащах, никогда в 11-17 лет, в 16 лет пацан, средних русские, захваченные. Они по их заявлению, фильтрационный лагерь, так называемый на самом деле концентрационный лагерь, находится в Моздоке. Там страшные издевательства, они об этих издевательствах вчера рассказывали. Также специальные лагеря находятся в Ставрополье, в Пятигорске, где содержатся чеченские граждане, граждане чеченской национальности, просто мирные жители, которые захвачены. И по их заявлению, среди захваченных, которые находятся в Моздоке, очень много русских, тоже граждан Чечни, которых русские сами, в основном солдаты внутренних войск, избивают и говорят, вы раньше нужно было в Чечню уехать, а не оставаться вместе с этими, значит, черными. Вот вы одно с ними, и их тоже избивают. Вот такая ситуация. Ситуация крайне критическая. Вчера повеснял, вы показали, на самом деле, по поводу наемников, чеченцев подняли, и сказали, что это наемник, самараскин, вообще вопрос, это наемник. Значит, никаких наемников в Чечне нет. У российской страны нет ни одного факта наемничество, нет ни одного доказательства, ни одного человека. Что касается украинцев, то здесь воюют действительно. Значит, украинцы, это было три человека, потом одного убили, осталось два, потом дополнительно еще четыре человека прибыло, из них трое погибло. Сейчас воюют в Чечне два украинца. Действительно, это мы подтверждаем. Два человека украинца в Чечне воюют, ребята. Значит, никакие они не наемники, они добровольно пришли, воюют вместе с чеченскими парнями, и деньги они за это не получают, у государства у чеченского нет денег для того, чтобы кому-то платить. Значит, никаких наемников, ни афганских, ни тем более прибалтийских каких-то снайперисток, о которых так живописуют, значит, пресса, пусть продемонстрируют хотя бы одного снайперистку одну, или снайпера одного, или все это бред. Значит, все это попытки, значит, хоть как-то оправдать преступления российской армии на территории Чечни, и объяснить, что они воюют не против полураздетых чеченских крестьян, которые с автоматом ругают, а что якобы они против каких-то профессионалов, там воюют. Все это ерунда, это бред. И одновременно, вот, пользуясь случаем, значит, надо, что сказать, можно сослаться на главный штаб вооруженных сил Чеченской республики, что это заявление сделал начальник главного штаба генерал Аслан Масхадов, дивизионный генерал Аслан Масхадов, что в Чечне потерпело поражение, потерпело поражение и полный разгром не российская армия, и не российские генералы, а в Чечне потерпело поражение и полный разгром остатки советской армии и советские генералы. Российская армия в Чечне не воюет, в Чечне воюют остатки советской армии и советские генералы. Вот эту армию надо добить для того, чтобы в России была действительно нормальная армия. Вот российская армия в Чечне не воюет, вот это надо тоже сказать. Можно у меня еще один вопрос? Молодец, очень стало трудно проехать журналистом в город. Значит, стоят посты, то есть проблемы, в общем, прорваться фактически никто не может, мы вот случайно степутатом. Вы можете порекомендовать какой-то путь или какую-то другую возможность с вами связываться, потому что мы просто не можем получать от вас информацию. Потому что там действительно российские остановки. Там стоят, вот под Самашком стоят, они просто не пускают. Российские, да, постоянно. Ну, через Дагестан езжайте в свободном проявлении. Через Дагестан, из Хасавюрта, да, вот по этой дороге? Да, из Хасавюрта можно спокойно ездить. Мы можем ездить, да? Можно ездить. Ладно, значит, надо перебираться просто из Назраньевых Хасавюрт. Да, это будет более удобно вам оттуда ездить. Спасибо. 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 Спасибо.